привет вы на канале по будням сына и всем добро пожаловать кому опять вновь кому впервые здесь на канале мы с вами обсуждаем изучаем цены в канаде на продукты в основном речь идет о продуктах в канаде обзоры покупок обзоры продуктовые как правило хотя в общем то по вашему запросу могут быть и любые другие был у нас перерыв небольшой в связи с тем все что происходило после ковида в связи с объемом работы которые у меня постоянно присутствует я очень благодарна всем кто мне писала спрашивал где мы и что мы в порядке все хорошо все живы здоровы и возвращаемся понемногу в эфир смотрите мне взяло время немножечко перестроиться на новый лад потому что цены изменились во всем мире включая канаду это не исключение цены у нас очень поднялись и сегодня мы не пойдем конкретно в магазин но сегодня вам хочу немножечко рассказать про аппликацию аппликация flip я не когда-то делала обзор в инстаграме вот но сейчас хочу вам просто вот продемонстрировать на примере в веб-сайте как это работает ну во первых известно что сегодня есть аппликации но мы воспользуемся сегодня примером веб-сайта и так мы заходим на веб-сайт вводим место расположения в данном случае мы с вами в торонто находимся мы можем увидеть что здесь есть список в этой аппликации абсолютно всех магазинов все флайеры и рестораны и просто продуктовые магазины любые я бы хотела посетить первый магазин нофрилс это те обзоры которые как правило мы видим с вами у меня на канале вот конечно когда заходишь во флайер но огромное множество всего мы можем увидеть то есть все в кучу поэтому сегодня я хочу рассмотреть базовые продукты то есть но самые простые такие мы не будем рассматривать все самое простое начнем давайте с винограда давайте мы обратим внимание цена у нас идет за паунд доллар 79 пожалуйста всегда обращайте внимание если вы смотрите флайер на сколько скидка в данном случае мы видим 41 процента это действительно хорошая цена потому что обычно но я вообще знаю почти за 3 доллара паунд можно купить а здесь килограмм получается чуть меньше чем за 4 доллара и в общем то мы все это можем увидеть во флайере и отметить нужно нам это или нет ну скажем так аспарагус не самый базовый продукт для всех людей прежде всего потому что не все его любят но вот кто любит 52 процента скидки получается на пучок аспарагуса который в общем то 325 грамм у нас здесь зависит и доллар 44 это в общем то очень хорошая цена получается давайте посмотрим что у нас идет по мясу опять-таки смотрим базовые продукты не смотрим все подряд значит здесь у нас грудинка которая идет без кости без шкурки 466 за паунд напоминаю паунд это немножко меньше чем пол килограмма порядка 450 грамм килограммы видим у нас написан за 10 долларов и 27 центов то есть тоже неплохая цена вот я вот так все немножечко клипаю и создам такой небольшой список в конце мы сможем с вами посмотреть что непосредственно внесла в этот список и как мы с ним будем работать дальше вот значит атлантический соломон у нас паунд 977 то есть практически 10 долларов за паунд и 21 доллар 53 цента за килограмм но давайте посмотрим что 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 я вот выбираю что еще посмотреть мы можем с вами увидеть скорее всего еще рис давайте посмотрим рис вот это басмати рис упаковка четыре с половиной килограмма 12.99 скидка 35 процентов я вам честно скажу можно и подешевле купить но если скажем вы любите конкретно этот лейбл вы можете его купить увидев на него скидку или по крайней мере оставить в корзину и потом сделать matching price когда вы будете смотреть эту цену в другом магазине вдруг там будет дешевле скажем вот так же можно увидеть порошок и освежитель три с половиной литра за 8 долларов опять-таки это базовые продукты мы говорим про что-то такое вот бытовое да там не что-то такое вот вычурное что не каждый употребляет да ну вот дальше давайте пойдем я смотрю ну помидоры да помидоры это базовый продукт значит помидоры за паунд то есть меньше чем пол килограмма за 2 доллара канадские антарийские помидоры получается видите я пока за 4.39 за килограмм получается в общем-то цена окей скажем так конечно лето можно дешевле это все найти но походу сейчас не лето еще и будем платить сколько нам предлагают обратим внимание также на брокколи потому что дальше мы с вами увидим брокколи в другом флайре по другой цене то есть доллар 99 это за вот этот вот пучочек получается брокколи ну и огурчики огурцы это английские то есть они длинные доллар 50 за штуку ну скажем так летом конечно за 50 центов можно взять и за доллар за штуку но сейчас эта цена так что у нас здесь еще есть интересного картошечка да картошка значит смотрите тут она будет у нас на скидке и красная и желтая картофель белый 10 паундов да то есть практически 5 килограмм за 4 доллара неплохое неплохое предложение и это канадский картофель в общем то он конечно раз на раз не приходится иногда бываешь попадаешь на хороший иногда не очень хороший картофель но по крайней мере за такую цену не жалко если он не очень дальше яблоки 4 паунда 2 килограмма за 5 долларов я очень люблю royal gala я обожаю поэтому я обязательно пойду и куплю их они тверденькие и сладенькие в меру я их очень люблю и антарийские опять-таки канадские яблоки так давайте посмотрим что еще интересного у нас здесь есть из базовых продуктов ну вот давайте посмотрим четвертушки куриные chicken tides 3.79 за килограмм за паунд за килограмм 8.36 ну в общем неплохая цена неплохая цена неплохая цена давайте тоже ее под список наш подведем потом у нас идет говядина для скажем жаркое кто делает да вот 19.82 за килограмм вот но так как все обычно принято рассматривать цене в цене за паунд то это 8.99 9 долларов за полкило так что у нас здесь еще интересного нам предлагает наш флайер из ноуфрила на этой неделе я пытаюсь посмотреть что может быть подходящего ну вот молоко наверное давайте посмотрим опять-таки молоко можно покупать и в литровых коробках но в данном случае если мы говорим о семье и о экономии то можно выбрать упаковку из трех пакетов в общее количество это будет 4 литра за 5.79 и можно подобрать процент там один или два процента что вам больше нравится именно из этого флайера по этому флайеру по вот этой конкретной скидки так ну что у нас тут еще есть давайте пролиснем давайте пролиснем давайте пролиснем так так ну это все такое понимаете часто еще вот как мне когда-то сказали самые интересные скидки на первые последние страницы флайера вот кофе давайте посмотрим скажем опять-таки это кофе у нас идет в капсулах тим хортонский разлив 17.99 вот так что это примерно ориентироваться чтобы по кофе хотела нажать но не дает за 2.99 средства для посуды ну какие-то соусы вот это все я не смотрю я хочу вот опять-таки что-то такое базовое что скажем знакомо для каждого да ну вот каши допустим опять-таки мы обычно квакер берем в костка но вот это быстрого приготовления да 350 грамм за 3 доллара я вам честно скажу это очень дорого вот конечно в костка выгоднее но чисто для показать для того чтобы показать вам цену и показать что сейчас это скидка да то есть опять-таки мы смотрим не просто список продуктов а то что сейчас по скидке предлагают на этой неделе вот в магазине ноу фрилс вот закрутки опять-таки давайте посмотрим тоже что-то базовое то есть тут идут и у нас и хумус и какие-то бинс доллар 79 за достаточно большую банку и также томаты которые просто передавленные ну тоже в общем неплохая цена неплохое предложение большая банка можно тоже отметить себе в список да так что конечно же вот обратите внимание кстати мука мука потом мы будем сравнивать с волмартом и вы увидите цену там то есть два с половиной килограмма за 6 долларов но это изначально уже очень дорого хоть это считается мука высшего класса вот но конечно в костка можно купить дешевле хоть костка тоже подорожала мы отдельно будем это обсуждать других следующих видео но вот обратите внимание на муку потом мы будем ее сравнивать что у нас здесь еще есть так тут они еще любят делить по праздникам разным а вайсаки вот здесь у них вот у нас идет хаксанех на песах еврейский тоже отдельно у них есть страница так давайте посмотрим здесь идет у нас дайкон и картофель 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 я говорю картофель за доллар за пол кило морковь да причем тут есть и продукт USA и чайны то есть и китайская американская 2.18 за килограмм получается моркови или дайкона ну вот кто что любит честно скажу ну окей цена окей не критично опять таки просто демонстрирую вам цены так вот мы пролистали флайер до конца мы видим что идет на хаксанех на еврейское празднование песаха тоже продукты вот идут то что обычно традиционно мы покупаем к празднику конечно много кошерного мяса которое изначально стоит намного дороже мы его даже не будем рассматривать потому что это не пример настоящей цены вот ну примерно вот чтобы вы знали что также есть отдельная отдельная скажем департмент там где есть только кошерная израильская продукция и так мы можем посмотреть с вами общий лист что у нас здесь с вами получилось насколько здесь у нас продуктов мы понабирали да то есть вот наш список кстати это очень удобно также смотреть в аппликации это идет более аккуратным списком и вы можете им делиться скажем с супругом или с членами семьи кто идет в магазин то есть вы выбрали они увидели этот список очень удобно кстати да особенно для мужей которым нужен очень очень точный список то есть если написать скажем йогурт то надо написать какой конкретно йогурт ну вот очень удобно в использовании и также вы можете просто внести список скажем масло или скажем туалетная бумага можно вот наблюдать на экране с правой стороны такие значочки вот еще очень удобно то что мы увидим дальше что можно просто делать поиск продукта просто мы вводим продукт в вы видите в левом уголочке сверху есть окошко мы можем ввести там название например там то что мы хотим найти и нам выдаст список магазинов из всех флайеров которые есть в базе данных на данную неделю вот и покажет в каком магазине какая скидка у нас есть вот сейчас я это буду демонстрировать на экране так как моя запись голоса идет отдельным отдельной записью от записи видео то что вы видите на экране я как бы пытаюсь комментировать да вот так что да ну в общем кстати продуктов здесь мы набрали я подсчитывала примерно на 100 долларов ориентировочно да и это при том что мы с вами взяли только лишь ну какие-то скажем помидоры я считала как палм не два килограмма или три вот теперь мы с вами пойдем в волмарт посмотрим и в волмарте у нас есть также продуктовое отделение у них есть много разных других отделений там техника там скажем одежда но мы пойдем нас интересуют продукты и мы здесь увидим с вами сравнение цен которое значит по сравнению скажем с тем же но фрилом потому что вы видите тоже мы открываем газету очень много очень много здесь наименований мы выбираем только лишь то что нам интересно то есть базовые самые продукты чтобы просто знать примерно ориентироваться в ценах какие сейчас цены на что есть скидки и на что нам примерно рассчитывать особенно если вы меня смотрите за границей планируете может быть приехать в канаду чтобы хотя бы понимать о чем идет речь вот поэтому конечно газеты эти выходят каждую неделю они абсолютно имеют в себе разные вещи то есть одежда таблетки косметика еда все что хотите и примерно вы можете вот так заходить и смотреть вот обратите внимание брокколи брокколи 84 цента здесь да и это хорошая скидка американский брокколи тоже вот один пучок но скажем но фрил если вы помните мы с вами его отложили в корзину вот я возвращаюсь вам демонстрирую за доллар девяносто девять то есть это тот же пучок это будет тот же пучок один то есть здесь на картинке два но на самом деле по факту у вас будет одна вот это вот одно дерево да одна гроздь этого брокколи так и вот пожалуйста даже сравнение сейчас что мы можем сделать когда я иду в ноуфрилс я могу сказать вот у меня во флайере показать в волмарте сейчас это за восемьдесят четыре цента и сделать мячен прайс и они мне не выходя из магазина я получу цену в ноуфрилле такую же как в волмарте вот блюберис неплохая цена доллар девяносто четыре то есть если эти блюберис у меня будут также в ноуфрилле по какой-то более дорогой цене я могу показать флайер и сказать вот вот пожалуйста значит что еще я хочу продемонстрировать опять-таки здесь мы пробежимся очень-очень быстро по продуктам потому что основное мы уже с вами посмотрели то есть продукты в ноуфрилле здесь я просто вам показываю в общем как работают скидки как ими можно хорошо и интересно пользоваться просто опять-таки показываю вам цены чтобы вы видели скажем почему можно купить кофе тут 150 грамм сразу прошу прощения сразу говорю что конечно есть цены намного лучшее на более большое количество продуктов на более лучшие лейблы но опять-таки это чисто ориентировочно чтобы вы понимали вспомнить немножечко вернуться в реальность какие у нас цены на 2024 год в Канаде и как они вам отражаются буду рада узнать кстати если вы живете в другой провинции Канады сколько у вас это стоит вот конечно если вы живете скажем в Америке где-то это тоже интересно но в Америке я знаю что цены очень подорожали во время ковида потому что мы посещали Америку буквально в прошлом августе мы ездили в Вашингтон и я могу вам сказать что цены в принципе такие как если в Америке всегда все было дешевле то на данный момент в Америке стоит все так же как в Канаде только в американских долларах да то есть как бы это значит очень дорого потому что доллар дороже американский чем канадский поэтому к сожалению Америка уже не такая выгодная как была раньше и путешествовать по Америке не так дешево как было раньше вот так что вот примерно опять-таки бросила вам разные цены но вот сейчас интересно продемонстрировать вам цену муки и та же мука Robin Hood высший класс два килограмма с половиной за 4,47 а вы помните почем у нас была в Нофриле а в Нофриле она у нас была по 5,99 опять-таки мы можем купить эту муку в Нофриле коль мы уже будем в Нофриле и сказать сделайте мне пожалуйста Matching Price показать им цену какая сейчас есть на этот же продукт на этот же бренд в Walmart и они с удовольствием делают Matching Price вот ну по дороге конечно показываю вам еще какие-то продукты хотя вот соус я например люблю очень этот и люблю его в борщ и люблю в подливу и люблю в пасте добавлять очень вкусный он обычно стоит два в районе двух долларов когда он по доллару или долларов 50 я всегда беру 2-3 банки чтобы он у меня был так сказать про запас про запас вот так что опять-таки в аппликации в аппликации удобнее смотреть это приложение намного удобнее просто в веб всегда все в большом виде да и то есть тяжело иногда увеличить но тут у нас так сказать вариант такой чтобы продемонстрировать вот кстати я нашла очень интересно интересное израильский продукт мандаринки мандаринки из Израиля за 3,97 за 907 грамм то есть 2 паунда 2 паунда чуть меньше чем килограмм за 3,97 израильские мандарины ори надо будет заскочить взять вот что у нас еще чесночок просто вам демонстрирую китайский чеснок килограмм за 4,97 вот скидка сейчас доллар получается ну тоже такое себе такое себе вот ну в общем одним словом да надеюсь вам было интересно вот да посмотреть именно с этой стороны на эту аппликацию немножечко разобрать продукты цены как они сейчас идут немножко возвращаюсь пытаюсь буду пытаться буду пытаться что мне очень нравится это дело очень я люблю обзор продуктов обзор цен но так как я всегда как говорится специализировалась и была достаточно неплохим специалистом по разбору цен я поняла я потерялась вот последние два года потому что ты приходишь в магазин каждую неделю цена разная то есть и разница иногда она не то что в центах в долларах поэтому конечно очень сложно очень сложно оцледить и с уверенностью говорить о это хорошая цена это плохая я примерно два года ходила в шоке от цен потому что они постоянно менялись они до сих пор продолжают меняться не с такой стремительной скоростью но нас предупредили и предупреждают периодически что цены будут расти все дальше и дальше и это только начало вот кстати масло то есть я вам показываю какие-то продукты я уже их не обсуждаю но вы можете сами видеть я показываю на что обратить внимание или это pound, литр, производство чья страна производитель да сколько это стоит опять таки конечно если вы не скажете и на мне надо вот самое дешевое масло тогда я вам покажу где его можно купить и сколько это будет самое дешевое стоить но мы смотрим просто сейчас рассматриваем конкретно отдельный каждый взятый флайер отдельное предложение и как бы действительно стоит оно или нет ну и хотелось это все рассмотреть именно на базовых продуктах да вот кстати заходите также подписывайтесь на мой инстаграм у меня есть инстаграм прикрепленный к моему каналу там где я выставляю иногда какие-то цены иногда какие-то рецепты и вот очень интересно здесь я тоже вам показываю вы можете увидеть прямо в волмарте они предлагают всегда скажем пицца найт да вечер пиццы вы можете купить готовую либо приготовить сами они дают вам список продуктов что вам для этого нужно и сколько это будет стоить если вы это купите сейчас на этой неделе в волмарте кстати с вами обязательно будем смотреть абсолютно разные обзоры и в костка и фрешку короче разные магазины какие захотите но хочу вам сказать вот хлорку показывают три штуки за восемь долларов каждый чуть меньше чем 4 литра каждая бутылка вот раньше например да если мы говорим про подорожание цен раньше в этой бутылке было ровно 4 литра их было 3 штуки и они стоили 5 или 6 долларов сейчас мало того что цена подорожала и еще количество внутри упаковки уменьшилось вот так же показываю просто памперсы кому интересно фирмы памперс я помню на своей сколько детям мы никогда не покупали памперс потому что он всегда был очень дорогой всегда можно найти бренд дженерик то что называется дженерик да то есть у волмарта есть там своя фирма great value и мы их помню брали great value они были на порядок скажем дешевле скажем стоили то же количество памперсов вместо скажем 40 долларов за 20 долларов опять таки если мы будем отдельно рассматривать то мы можем отдельно сделать обзор для бейбиков отдельно обзор каких-то других продуктов то есть это все можно сделать отдельно всегда с удовольствием так что пишите в комментариях и я буду собирать и понемножечку готовить для вас такие обзоры значит еще раз вернула вас в общий список посмотреть все что мы в корзину положили еще раз показываю демонстрирую вам муку 4.47 2.5 кг в волмарте и 5.99 в нофриле то есть все таки даже на таком флайере в один момент можно уже сэкономить не отходя от кассы как говорится с одной стороны с другой стороны когда вы будете следить за этими ценами вам не нужно в принципе действительно в этот флайер ходить каждый раз опять таки флайер хорошо пойти чтобы знать какие есть скидки но хотя бы вас это поставит в какой-то ориентир сколько это реально стоит и за сколько это можно купить когда есть скидка и тогда если скажем вы много печете или вам важно чтобы была мука вы например знаете о это хорошая цена и покупайте 2-3 упаковки чтобы у вас она была до следующих скидок или сейчас я вам демонстрирую как можно пользоваться приложением если вам нужно найти например какой-то продукт скажем towels я хотела ввести paper towels или что-то ну просто видите она дала мне все сухие бумажные полотенца которые сейчас есть по скидке во всех магазинах которые находятся в этой базе данных сколько они стоят и где это можно приобрести для более наглядного примера сейчас я вам продемонстрирую например яйца яйца я просто напишу eggs просто будет написано яйца и нам покажут сейчас все магазины где можно их купить по скидкам на этой неделе так что вот очень интересное наблюдение где можно найти яйца я никогда не знала я знала что в Израиле я знала что в Америке можно купить большую упаковку и она я помню если стоило долларов 30 там было 90 нет я вру сейчас вру 10 там было 90 штук то есть 3 уровня по 30 за 10 долларов что-то такое вообще невероятная цена здесь мы видим тоже какие-то интересные цены вот кейс за 54 доллара но я на самом деле не знаю сколько здесь штук вот но просто как сам факт того это я знаю это азиатский магазин я знаю вот этот вот Сизанс я в нем никогда не была но я знаю что он азиатский он кстати где-то недалеко в районе он не расположен можно будет тоже как-то съездить сделать обзор в связи с этим кстати хочу сказать я очень люблю этот канал есть Миша и короче забыла и Миша и Дима вот но это Димин канал он снимает Мишу они из Америки ребята вот и они очень в общем интересно делают обзоры ну они делали сейчас там разъехались один в одном месте остался второй уехал ну в общем я очень тащилась смотреть я вам тоже ссылку оставлю очень люблю их канал и с удовольствием таким образом поддержу кто не знает идите смотрите получите массу удовольствия там и юмор и информация и и немножечко истории всего в общем узнаете так что вот хотела вас познакомить с такой аппликацией надеюсь вам понравилось и мы с вами продолжим встречаться на моем канале в шортс в видео в комментариях так что очень тут с нетерпением была очень рада вас видеть была рада выделить это время найти его и я считаю как и во всем главное начать главное решить принять решение что мы опять возвращаемся что мы опять вместе и все получится спасибо 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 До новых встреч!